Всем привет! С вами Светлана Бугела и я вас приветствую! В этом ролике вы увидите полный детальный обзор новой коллекции весна-лето 2019, а также этот потрясающий трендовый макияж, который сейчас на мне. Очень простой в исполнении, очень гламурный и очень трендовый. Я надеюсь, что после просмотра данного ролика вы влюбитесь во всю новую коллекцию, захотите обладать абсолютно всеми новинками сезона. Я буду очень рада, если это так и вы напишите мне об этом в комментариях. Итак, приятного просмотра! Новая трендовая коллекция весна-лето 2019 представлена из цветных тинтов для губ, которые продлят стойкость вашей помады или блеска. Так разнообразят ваши повседневные образы в условиях душного города или жарких путешествий. Я предварительно нанесла все оттенки на руку для того, чтобы передать вам оттенки. Данные тинты окрашивают ваши губы и держатся в течение всего дня. Вы можете не переживать, например, летом на пляже, что ваш макияж губ куда-то пропал. Их можно нанести так насыщенно, а также совсем слегка протинтовать оттенок губ. Сияющие хайлайтеры флюиды, без которых уже невозможно представить макияж современной женщины. Какие они красивые, как они освежают и омолаживают. Без хайлайтеров уже невозможно сделать ни легкий сияющий нюдовый макияж, ни яркий вечерний образ. Хайлайтеры представлены в трех оттенках. Серебристый песок, сияющий горизонт и светлая бронза. Я предварительно нанесла на руку, чтобы продемонстрировать вам пигменты и оттенки. Конечно же, у меня нанесены хайлайтеры очень плотно. И в макияже лица они будут смотреться совершенно естественно. Не переживайте, сияния из космоса не будет. Также мне очень нравится, что здесь есть удобная пипеточка, с помощью которой вы можете контролировать количество средства, которое вы вмешиваете в свой тональный крем, либо в уходовый крем для тела, либо при точечном нанесении на кожу. Это станет самым главным мастхэвом сезона весна-лето 2019. Освежающий спрей для лица на основе кокосовой воды с провитамином В3 и мультиминеральным энергетиком, который мгновенно бодрит кожу и освежает макияж. Я очень рекомендую иметь данное средство всегда в своей сумочке, для того, чтобы в течение дня неограниченное количество раз освежать свою кожу, поправлять макияж и наслаждаться влагой, прохладой и невероятным кокосовым ароматом. Набор для мультимаскинга. Mad About Masking, который является проявлением настоящей любви к своей коже. Набор включает в себя 4 уникальные маски. Для безупречного сияния, идеальной чистоты, глубинного увлажнения, полнейшего релакса. Smart Beauty Organizer, который является незаменимым помощником, как для организации домашнего пространства, так и в путешествиях и на классах по красоте. Посмотрите, какой он компактный, но при этом вместительный. Он помещает в себя абсолютно все средства по уходу за собой. Мне очень нравится дизайн. И особо я хочу отметить прочность застежек, потому что это важно. Вся ваша косметика будет в порядке. Обратите внимание на этот удобный крючочек, за который можно подвешить данный бьюти кейс в удобном для вас месте. Например, в ванной комнате или в поезде. И всегда с легкостью привести себя в порядок. Здесь есть 4 прозрачные отсеки, которые вмещают в себя очень много продуктов. Хочу отметить их прозрачность, потому что с легкостью можно найти необходимое средство. А еще то, что можно отстегивать каждый из отсеков. И, например, если вам нужно в самолет, вручную кладь взять для себя все самое необходимое, вы с легкостью наполните всем необходимым один из отсеков и возьмете с собой. Очень крутой органайзер. И мне очень нравится, что он идет в продаже по первой секции. Идет в ваши базовые единицы и в зачет ваших бонусов за заказы. Мне очень нравится эта новая коллекция. Я очень жду ваших комментариев на тему, какая из новинок вам понравилась больше всего. Мне же нравятся абсолютно все новинки. Ну и, наверное, отдельно я отмечу для себя этот увлажняющий-освежащий мист, хайлайтеры-флюиды и набор для мультимаскинга. Эти продукты в каждый дом. Ну а теперь давайте посмотрим на новинки в действии. Для начала я воспользуюсь новым увлажняющим мистом в качестве базы. Это средство великолепно бодрит кожу, увлажняет ее и делает процесс нанесения макияжа очень комфортным. Теперь я возьму тональную основу. У меня она в увлажняющей формуле в оттенке Ivory 6. Можно взять тональный сиси-крем, либо тональную основу для жирной комбинированной кожи, если ваша кожа жирная и комбинированная. Я наношу на ручку тональную основу, как обычно. Но теперь я буду добавлять в эту тональную основу хайлайтер в оттенке сияющий горизонт. Я уже показывала вам этот прием в предыдущем макияже, но использовала оттенок серебристый песок. Могу вам сказать, что когда я попробовала нанести именно оттенок сияющий горизонт в тональную основу, мне понравилось намного больше. Этот хайлайтер придает тональной основе такую золотинку и очень приятный оттенок. Кистью для тональной основы я хорошо смешиваю продукты между собой и буду наносить на кожу. Я думаю, что многие из вас боятся, что из-за хайлайтера кожа будет очень сильно блестеть. Могу вам сказать, что она не будет блестеть, а наоборот приобретет здоровый сияющий вид, потому что хайлайтер позволяет минимизировать недостатки, поры, сосудистые сеточки, мимические морщинки. И когда на улице светит солнышко, это наилучший способ подчеркнуть свою красоту. Также могу вам сказать, что данные хайлайтеры имеют очень стойкую текстуру. Они не текут и мне даже кажется, что они делают тональную основу более стойкой. Вчера, например, я целый день провела в этом макияже и почувствовала, что макияж никуда не девается. Он не плывет, не течет. Все очень комфортно. Я вышла из дому около 12 дня, приехала где-то в половину девятого вечера. Мой макияж лица и макияж губ был такой, как вроде бы я его только что сделала. И я вам рекомендую иметь в своем арсенале все три оттенка, потому что они очень гармонично сочетаются между собой. Буквально остатки я переношу и на веки, чтобы замаскировать легкую пигментацию. Посмотрите, какой ровный сияющий тон кожи. Тональная основа легла тончайшим слоем. Мне кажется, что вам очень понравится этот прием, когда вы попробуете его на себе. Теперь мне понадобится маскирующее средство. Буквально несколько капелек и я нанесу его на внутренние уголки нижнего века. Пальчиком хорошо растушую. Можно взять кисть для кремовых теней корректора. Я это делаю пальчиком, потому что кисть мне понадобится сейчас для нанесения светлого хайлайтера на все выступающие участки. Не хочу смешивать между собой продукты, чтобы хайлайтер лег в чистом виде. Обязательно прорабатывайте зону под глазами, потому что она отвечает за вашу свежесть и убирает следы усталости. Также капельку маскирующего средства я нанесу и на зону под бровями, чтобы хорошо высветлить данные участки, на кончик носа и на подбородок. Смотрите, я только нанесла маскировщик и нанесла тональную основу с хайлайтером. Кожа уже выглядит более здоровой, более ухоженной и очень красивой. Я думаю, что даже на камеру вам заметен эффект. Теперь я возьму кисть для кремовых теней и корректора. И как я уже сказала, светлый хайлайтер в оттенке серебристый песок. Вы уже с ним знакомы по моим предыдущим видео. Переношу хайлайтер на ручку и буду работать буквально кончиком. Совсем немного я набираю данного хайлайтера и подсвечиваю выступающие участки. Очень красиво эти хайлайтеры переливаются на солнышке. Кажется, что вы действительно только что приехали из каких-то жарких стран. Ваша кожа начинает излучать свежесть, молодость, глянцевость. Я думаю, что абсолютно все заметят ваши изменения. Вообще, такие новинки просто необходимы для того, чтобы выглядеть трендово. Каждый сезон компания выпускает ограниченную коллекцию, благодаря которой мы можем соответствовать современным веяниям моды. И это очень удобно, потому что вам не нужно придумывать велосипед и создавать какие-то невероятные образы или макияжи, которые сложно повторить. Обязательно я прорабатываю носик. Если у вас носик сам по себе длинный, как я говорила уже, тогда вы прорабатываете маленьким бликом. У меня носик коротенький, поэтому я всегда стараюсь его удлинять. Теперь визуально я удлиняю подбородок, потому что у меня достаточно круглый овал лица. Если можно сказать круглый овал лица. Да, достаточно круглая форма. И мне всегда хочется сделать свое личико более вытянутым. Если, соответственно, у вас лицо вытянутое, вам не нужен этот прием. Еще раз хорошо прорабатываю подбровное пространство. И также внутренние уголки глаз. Хайлайтер имеет какую-то невероятную текстуру. Несмотря на то, что он жидкий, он все равно ложится таким достаточно прочным слоем. Я думаю, что вы когда попробуете его в работе, вы обратите на это внимание. Обязательно, конечно же, подсвечиваем верхнюю галочку над губой. Все, акценты расставлены. Не нужно наносить хайлайтер хаотичным способом. Либо подмешивайте в тональную основу, либо делайте так, как я вас только что научила. Теперь я беру третий хайлайтер. Это просто невероятно. Когда вы его начинаете наносить на кожу, вам кажется, что происходит что-то страшное. Вы даже можете быть не готовы к этим полосам, которые на первый взгляд кажется сложно растушевать. Но когда вы начинаете растушевывать, вы понимаете, что все это очень легко и просто. Мы рисуем с вами восходящие линии. Видите, можете сделать рыбку для того, чтобы понять направление. Я уже очень хорошо знаю строение своего лица, поэтому могу обойтись без всяких рыбок. Этой же кистью для кремовых теней корректора вы хорошо растушевываете хайлайтер светлой бронзы. И получаете очень красивую тень. Ну прямо очень красивую. Вы знаете, невозможно создать такую красоту с сухими продуктами. Все жидкие продукты смотрятся намного естественнее и натуральнее. Посмотрите, какая красивая скула. Мне кажется, что это новинка просто в каждый дом. И сразу же визуально, посмотрите, с одной стороны у меня лицо как бы подпрыгнуло и похудело. Мне кажется, это то, что каждая женщина стремится добиться с помощью макияжа. И еще, девочки, я рекомендую вам обзавестись сразу несколькими кисточками для кремовых теней корректора, потому что он необходим для нанесения основы под тени, для мультимаскинга, вы об этом еще узнаете в моем следующем видео, для нанесения хайлайтеров, для скульптурирования и для нанесения губной помады. Данная кисть на сегодняшний день, наверное, самая востребованная в моем арсенале. Итак, продолжаем. Работайте быстро, потому что хайлайтер на ручке очень быстро подсыхает. Поэтому я, конечно, болтаю, рассказываю вам о техниках нанесения. Вы же это будете делать просто за 5 минут. И не думайте, что это какие-то очень сложные материи, это не для меня, я буду делать макияж, как обычно, и не буду заморачиваться. Если вы будете делать макияж, как обычно, то, скорее всего, вы будете и выглядеть, как обычно. А мы же хотим выглядеть как-то по-особенному. Особенно, если речь идет о весенне-летнем периоде. Хорошо прорабатываю спинки носа, потому что у меня носик широкий, носик картошкой, и мне очень хочется всегда иметь такой тоненький, аристократичный носик. Не переживайте, что где-то еще есть затемнение. Мы еще пройдемся кистью для тональной основы, чтобы все растушевать. Теперь этот же продукт я наношу на подвижное веко. И визуально получаю такую глубину цвета, которая мне очень нравится. И очень красиво подчеркивается цвет глаз. Количество нанесений вы можете также контролировать. Можете наносить одним слоем, вот таким тоненьким. Можете сделать это в несколько слоев. Я хочу сделать более выразительные веки, поэтому я перекрою еще раз. И что я еще заметила? Вообще не скатывается данный продукт на веках. Мне кажется, что особая технология позволит вам чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня, даже при 40-градусной жире. Можете не переживать, что что-то поплывет. Потому что у меня вчера был очень динамичный день. В машине даже без 15,5 вечера градусник показывал 22 градуса. И мой макияж чувствовал себя абсолютно прекрасно. Теперь, конечно же, прорабатываем и нижний ресничный ряд, чтобы заметно увеличить разрез глаз. Посмотрите, ничего, никаких особых техник. Вы просто наносите вокруг своего глазика этот хайлайтер и все. И получается очень красивый эффект. Теперь, конечно же, я пройдусь и по периметру, чтобы сделать личико более точеным. Теперь я возьму кисть для тональной основы и буквально вот такими точечными движениями немножечко примну хайлайтер для того, чтобы немножко растушевать его, при этом не сместить. Хотя он уже достаточно хорошо подсох и он уже никуда не денется. Обязательно хорошо растушуйте верхнюю границу, чтобы хайлайтер уходил в легкую дымку. Посмотрите, какой выразительный цвет лица. На мне нет еще туши. У меня не оформлены брови, а уже как красиво. Теперь вам понадобится обязательно прозрачная пудра. Потому что если вы возьмете обычную пудру, вы просто перекройте всю ту красоту, которую вы только что нарисовали. Вам понадобится также вуальная или желейная кисть, потому что именно она способна нанести тончайшим слоем данную пудру. И опять же, смотрите, мы прорабатываем самые активные зоны буквально такими легкими точечными касаниями. Ни в коем случае нельзя нанести пудры много, иначе это живое сияние, которое мы так активно создавали, просто пропадет. Пудра имеет светоотражающие частички, поэтому она только дополнит то свечение, которое есть на коже. Посмотрите на эту красоту. Кожа светится, отливает разными оттенками, выглядит очень свежо и объемно. Теперь мне понадобится румяно-нежный румянец и кисть для румян. Потому что даже несмотря на то, что на коже есть сияние, есть скульптура, не хватает свежести. И сейчас мы ее добавим. Румяна мы наносим только на яблочки, ни в какие другие участки. Конечно же, можно еще немножечко добавить и на веки, чтобы добавить макияжу глаз дополнительного цвета. Теперь я просто чистой кистью немного растушую румянец, чтобы его смягчить и равномерно распределить на наших щечках. Посмотрите, какая красота. Теперь буквально совсем чуть-чуть, как я уже сказала, я добавлю в складочку также этого румянца. Мне кажется, реально этот макияж сможет повторить даже ребенок. Теперь я прокрашу ресницы. Можете взять и черно-коричневую тушь, можете взять и черную, как вам хочется. Я возьму черную тушь, потому что мне хочется, чтобы ресницы были выразительные. У меня нет никакой межресничной стрелочки, поэтому мне нужны просто такие baby doll реснички. Вы только посмотрите на этот макияж глаз, какой он естественный, какой красивый и как прост в исполнении. Макияж бровей будет тоже очень простым. Для начала обязательно прочешем брови, как я вас уже много раз учила. Хорошо взъерошим бровиночки, приподнимем их вверх и просто проработаем их тинтом. У меня в оттенке блонд. Вы подбираете тот оттенок, который необходим вам. Если вы затрудняетесь выбором тинта, посмотрите мой детальный обзор и вы сразу же с легкостью найдете свой оттенок. В этом макияже мы не используем никаких четких линий. Все очень легко, воздушно и объемно. Посмотрите, лицо сразу же преобразилось. Можно в принципе завершить просто бальзамом для губ и все. Но я должна вам еще продемонстрировать новые тинты в работе. И это вообще отдельная история, потому что у меня случился просто бунт. Я сразу не поняла, как с ними работать. Мне показалось, что эта новинка просто ужасная. И я даже начала возмущаться, как такое можно продавать. Может быть, у вас тоже сложится такое первое впечатление. Но я подумала, если компания создала данный продукт, значит что-то в нем точно есть хорошее. И когда я начала использовать данные тинты в сочетании с блесками для губ и губными помадами, я поняла всю прелесть. Макияж губ держится так, как вроде бы вы его только что сделали, даже через 5 часов. Я говорю серьезно. Очень красивые и сочные оттенки. И я подумала, какими мы красотками уволим с вами на пляже. Я буду наносить в данном макияже оттенок Magento Mirage. Мне очень нравится сочность этого цвета. Я перестаю разговаривать и крашу губы, потому что с данными тинтами нужно работать очень быстро. И еще один очень важный момент. Когда вы работаете этим тинтом, его нужно держать параллельно губам, а не перпендикулярно, как мы привыкли работать с продуктами для губ. Тогда продукт наносится более равномерно. Пигментацию и насыщенность оттенка вы можете контролировать количеством слоев. Мне хотелось сделать действительно такие губы с обложки. И еще очень красиво данный тинт смотрится именно с блеском для губ Pink Luster, розовый глянец. Вы сейчас сами все увидите. Посмотрите, губы получаются реально как с обложки глянцевого журнала. Это невероятно красиво. Я в восторге. Мне кажется, что если вы подружитесь с этими тинтами для губ и научитесь с ними работать, вы создадите массу новых макияжей губ. И только с помощью одного макияжа губ вы можете полностью изменить свой образ. Конечно же, я зафиксирую полученный результат увлажняющим мистом. Как я уже сказала, данное средство можно наносить неограниченное количество раз в течение дня. Каждый раз, когда я наношу это средство, я не могу сдержать эмоции и восторг от этого прекрасного аромата. Посмотрите, какой классный летний образ получился. Ничего лишнего. И мне кажется, что если снять мою футболку и одеть на меня какое-то красивое вечернее платье, я с легкостью могу выйти в таком макияже на красную дорожку. А если еще проработать тело с помощью этих потрясающих хайлайтеров, как проработать тело, спросите вы? Вы просто берете свой любимый увлажняющий лосьон и наносите пару капелек разных хайлайтеров, смешиваете и наносите обязательно на кисти, на ноги и получите тоже очень красивое сияние по всему телу, которое будет словно фотошоп корректировать фигуру, и вы будете смотреться словно богиня. Надеюсь, вам понравился этот макияж. Пишите в комментариях, влюбила ли я вас во все эти новинки. Если да, я буду этому очень и очень рада. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok